Музыка На мой взгляд, каждый человек, который принимает участие в развитии снукера, он должен понимать, что его работа каким-то образом оценена, он замечен, что он это делает не только для себя, не только для близких, но и для окружающих. Он приносит пользу. Я уверен, что любая работа по продвижению снукера в Украине, она приносит пользу. И мне захотелось, чтобы мы смогли этих людей отметить, чтобы они могли почувствовать, что они нужны, что мы нуждаемся в них, и они действительно дарят добро, свет, что они популяризируют снуки. Всех приветствую, находясь здесь в зале. Все знают, что мы здесь собрались для того, чтобы, наверное, побаловать один-одного, еще раз увидеть, еще раз пообщаться, еще раз почувствовать, что есть команда, есть люди, которые безумно любят снукера, для которых снукер стал частью его жизни, а может быть для кого-то и всей его жизни. Меня сюда пригласила Национальная Федерация Снукера Украины для обручения ежегодной премии номинацией за достижения в снукере. Я очень благодарен Федерации за поддержку, за то, что она помогла открыть Академию Снукера в Сумах. Горю желанием развивать снукер в Украине и взаимодействовать, сотрудничать вместе с Федерацией. Я получил награду за организацию серии детских турниров и награду за тренера года. Получил награду тренер года за подготовку спортсменов-разрядников международным турниром. Георгий Петрунько выполнил кандидатом в мастера спорта, Юлиан Бойко выполнил в мастера спорта. Сегодня я получил награду в трех номинациях «Спортсмен года», «Рекорд года» и «Серийный игрок года». Рекорд заключается в том, что я сделал высший брейк в истории Украины, 123 очка, на финале чемпионата Украины среди юниоров до 2021 года. Да, все понравилось, хорошая атмосфера, создают не менее прекрасные люди. В общем, прекрасный вечер, спасибо всем. Мы проводили мероприятия, как и турниры, так сложилось, что мы проводили эту номинацию, она стала своего рода международной. То есть мы пригласили сюда как судьи, так и игроков из Беларуси, из Молдова, из Болгарии, из Кыргызской республики. К сожалению, не все смогли приехать. Поэтому мы понимаем, что это затратно, но мы провели все равно вручение их номинациям, мы их все равно отошлю. Люди должны знать, что они приносят пользу Украине. Я был немного удивлен. Нас с Сергеем и Натальей пригласили на это мероприятие. Очень приятно было. Я получил номинацию за Содружество Академии. Это не совсем правильно может быть, потому что наша Академия еще в полной степени не развернулась. Это все в планах. У нас есть сильные игроки. В какой-то мере они мои воспитанники. Это мой вклад. Я очень надеюсь, что в будущем смогу подготовить больше хороших спортсменов. У нас для этого есть хорошие примеры. Я получил номинацию Battle God. Рома Блакита делал всякие тяжелые удары. Я повторял за ним и давала ему всякие тяжелые удары. Мы назвали челлендж Блакита Шульга и челлендж Вадик Паша. Я получила награду спортсменка года за победу в чемпионате Украины среди девушек до 16 лет. Сегодня мне вручили награду в номинации рефери года. Мне очень понравилось это мероприятие. Я хочу, чтобы оно повторялось каждый год. Очень здорово, что мы не на турнире. В такой прекрасной обстановке сегодня встретились все старые друзья. Мы привыкли обычно за снукерными столами встречаться. А сегодня торжественно. Это так необычно. И очень тепло и приятно. Из Кировоградской области 7 человек приехало. Мы получили порядка 10 номинаций. Спасибо за оценку нашей работы. Это своего рода клуб. Тот снукерный клуб, где люди объединены любовью. И в то же время они друг друга очень хорошо знают. Они знают, кто где работает, кто где общается. Поэтому мы решили первоначально провести это мероприятие с закрытым по приглашению. Чтобы посмотреть, как оно пройдет. Получит ли оно отклик, скажем так, в сердцах номинантов. То есть смогут ли организаторы справиться с поставленной задачей. Поэтому мы это мероприятие провели закрытым. Как мне кажется, что оно должно быть открыто. То есть мы должны, возможно, даже в другом формате его проводить. Но самое главное другое, что присутствовала только часть людей, которые хотели бы. Часть людей только тех, кого мы пригласили. Поэтому тут даже важно не количество людей, а важно то, что эти люди есть. То, что мы можем каждому из нас за свою работу гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова